А приори будешь там врать. Плеве надо убить. Да, вам понравилось? Я думаю, что это накладные. Нет, нет, это натуральные. Про какой-нибудь там Древний Рим, про какой-нибудь Древний Египет пишут гораздо более подробнее. Знали бы вы, какая погода была вчера и несмотря на это все равно была экскурсия, потому что я всегда пишу, что экскурсия состоится в любую погоду. Кто-то не пришел, но большинство пришли и их не испугал ни дождь, ни ураганный ветер, ничего. А сегодня the sun shines brightly и как обычно все в цейтноте, потому что через полтора часа опять уже экскурсия. Мы с вами находимся возле Балтийского вокзала. Вот так вот он выглядит. Я несколько раз в Стольном Граде Парижа останавливался в районе Герденов и Герденов и Герденест. Это северно-восточные вокзалы. И вот я вам сейчас подставлю картинку восточного вокзала, как он выглядит. Называется, найдите два отличия. Ну, как бы там нет башен, а все остальное то же самое. То есть наши архитекторы, не то чтобы они, конечно, тырили, но вот эти тенденции, конкретно на самые новомодные явления, как железная дорога, они витали в облаках. Кстати, вот этот район двух вокзалов, он самый чернушный, там очень дешевые гостиницы. И если вы хотите в Париже остановиться, я вам настоятельно рекомендую, потому что, возможно, вас испугает, конечно, наличие чернокожих и арабов, но я вам хочу заверить, это одни из самых дружелюбных людей, на самом деле, в Париже ever. По крайней мере, на турниках. Я всегда это рассказываю. С вами все поздороваются, все попрощаются. Белые это делают через раз. У нас маршрут сегодня посвящен нескольким персоналям и нескольким событиям. Одно из главных, конечно, убийства Вячеслава Константиновича Плевия. Прежде чем мы к этому приступим, я вам, во-первых, хочу показать картинку, вот примерно с этой точки, как этот вокзал выглядел еще, ну вот, после почти самого своего открытия. Никакого нету здания метрополитена по понятным причинам, который выглядит абсолютно как стопроцентный храм. Я каждый раз показываю вот эту вот сталинскую тенденцию возводить храмовые постройки в виде входов в метро. Дальше, если мы посмотрим вот сюда, то мы с вами увидим кольцо трамвая, которое ходило с финляндского вокзала. Там можно прочитать Балтийский вокзал, Финляндский вокзал и между ними Загородный проспект, то есть такой небольшой маршрут был. Сейчас никаких трамвайов здесь не ходит. Более старая фотография, прекрасная гармошка, вот этот вот автобус и карус. Многие из вас наверняка его помнят. Ну и, конечно же, если мы пройдем сюда и опять развернемся в эту сторону, то мы с вами увидим уже такую люто советскую фотографию, где у нас на фоне Балтийского вокзала выделяется очень сильно памятник Иосифу Виссарионовичу, который, естественно, пошел в какой-то момент лесом и был снесен. Потому что так работает идеология и так работает история, о чем мы сегодня, кстати, будем говорить в контексте характеристики министра внутренних дел Плеви. Значит, есть достаточно большое количество источников информации, откуда можно черпать данные об этом событии. Ну, один из главных – это, естественно, воспоминания Савенкова. Они так и называются, воспоминания террориста, где он прямо очень детально и подробно все описывает, дает характеристики участникам этого теракта. Сразу скажу, что конкретно здесь их было четверо. Егор Сазонов, о котором мы с вами будем говорить. Иван Каляев, который очень хотел получить бомбу, но я имею в виду не бомбу, бомба у него была, а право первым метать в Плеве. Но в итоге он ее получил уже в Москве. Именно Иван Каляев бросил бомбу великого князя Сергея Александровича, дядя царя его убило. Дальше был такой Баришанский, тоже участник потом покушения на Сергея Александровича. Там была веселая с ним история, как он в какой-то момент сказал, что я не могу донести бомбу Савинку. И тот ее еле успел подхватить. И Лейба Вуйфович Сикорский, новоявленный такой персонаж, приехавший из седлы, из черты оседлости. И когда Савинков ему дал 100 рублей, чтобы он пошел купил себе плащ, тот закраснелся и сказал, что я таких денег в глаза не видал. Но 100 рублей по тем временам это огромная сумма. На самом деле, это было четверо бомбометальщиков. Савинков был руководителем боевой организации при партии социалистов-революционеров. Они жили на улице Жуковского, там я сделал отдельный маршрут, потому что известен дом, известен даже номер квартиры, в которой они жили. Вместе с Савинковым там жил под видом, соответственно, человека принеси, подай и служи, тот самый Егор Сазонов. У него были клички Авель и Афанасий. Дальше там была старая народоволка, к воспоминаниям которой я сегодня буду обращаться. Ивановская, Просковья Ивановская, уже бабушка, но она, соответственно, в качестве служанки там выступала. Затем была динамитный техник Дора Бриллиант, которая играла роль любовницы Савинкова. Судя по всему, не только играла, по крайней мере, если верить его уже художественным произведениям, где он вывел ее в лице своей любовницы. Дора Бриллиант крайне хотела тоже участвовать в этом покушении и очень мечтала, чтобы ей дали бомбу. Но все отказали, кроме Евна Азефа. Руководитель уже непосредственно одного из руководителей партии эсеров-социалистов. И Плеве выслеживали. Но почему это все? Ну, то есть, как, зачем и почему? Ну, что такого происходило тогда в обществе? Краткое напоминание предыдущих серий. Значит, предшественника Плевина, посту министра внутренних дел Сипягина уже убили на тот момент. В здании Мариинского дворца убил его Степан Балмашов. И это был первый теракт, за который взяла ответственность партия социалистов-революционеров. Тогда руководителем боевой организации был такой человек по фамилии Гершуни. Вот ему на смену пришел Савенков. Плеве имеет до сих пор очень разные характеристики у нас. И чтобы вас показать вообще, в каком состоянии было общество, я иногда буду вынимать всякие книжечки, но, естественно, я всю библиотеку с собой не таскаю. И вообще, как вы знаете, я теперь немножко поменяю формат повествования, поскольку я буду прерываться и просто вставлять ставки у себя из дома. Значит, есть вот такая книжка, которую я всегда настоятельно рекомендую по прочтению Ариадны Тыркова «Уильямс» — это фамилия ее мужа «На путях к свободе». Совершенно потрясающий документ. Написано умнейшей женщиной с большими подробностями. И, как мне кажется, он написан... Ну, воспоминания невозможно воспринимать как объективные с точки информации, но вот, встречая ее писанину с рядом других фактов, ты приходишь к выводу, что она действительно старалась быть максимально объективной. В левой среде эта книжка не трактуется никаким образом, потому что она очень уничижительная. Там отзывается Владимиром Ильичем Ленине. А вы понимаете, что когда победители приходят к власти, ну, как, например, Екатерина II пришла к власти, и выяснилось, что Петр III был просто конченый фрик. Хотя на деле, как потом выяснилось, это не так. Но ей надо было таковым его изобразить. Так вот, здесь есть и характерный пассаж. Речь идет про Дмитрия Ивановича Шахаскова, одной из ключевых фигурантов партии кадетов. Кадеты были одной из самых популярных либеральных партий, конституционные демократы. Они топили за то, чтобы изменения в обществе происходили без революционных каких-то поползновений, а желательно путем реформы. И он затем во временном правительстве был министром презрения, такая была должность. Но финал у него был, сразу хочу сказать, крайне печальный. Его расстреляли большевики, хотя за него вступался даже профессор Вернацкий, но его это не спасло. Так вот, этот вот Дмитрий Иванович Шаховской, он был в Ярославле руководителем газеты, в которой это Тыркова Вильям сработало. И Плеве вызывает его на, соответственно, ковер, как вы ему сейчас сказали. Он к ней приезжает, спрашивает, можно ли у вас оставить чемоданчик, и говорит, что вот я по приказу начальства, с каких это пор над вами завелось начальство, спрашивает Тыркова Вильямс. Ну вот, он говорит, что нужно пойти к Плеве. И когда он возвращается, он был в бешенстве. Я никогда не видела Шаховского, охваченного таким негодованием. Он запер за собой дверь, точно за ним кто-то гнался, его пор, глядя на меня ясными сияющими глазами, отрывисто сказал, Плеве надо убить. Это говорит неотъявленный террорист, это говорит человек, ну, такой, знаете, культурный, воспитанный, да, сто процентов либерал. Плеве надо убить, говорит он. Мне стало жутко, пишет ариадное слово, убить совсем не вязалось с обликом этого подлинного человеколюбца, этого бывшего толстовца, да, Толстой, я напомню, был предан анафеме, был, значит, такой персоной Нонграда, какие мои путь, салют, салют, зайки идут, пусечки с сисечками идут, там, пивасик, все хорошо, но сегодня выходной день, поэтому позволительно. Почему Плеве надо убить, потому что Плеве принял очень жестко, говорил, что он его в бараний рог согнет, я ни на кого, ни на что не посмотрю, кричал министр, я вас туда загоню, куда Макар телят гоняет, я вас в бараний рог согну. На что Шаховской сказал, и такие дураки, они думают, что мы будем бояться их, а на самом деле они должны бояться нас. Ну и, в общем, такие люди смеют править Россию, я вам говорю, Плеве надо убить. И потом он несколько раз это повторял фразу, страшные слова, Плеве надо убить. То есть, представляете, даже, казалось бы, вот этот человеколюбец, да, выступал с такими речами. Вот еще одна чудесная книжка, тоже настоятельно рекомендую, в свое время прозвучавшая, Анна Геев, «Модернационный террор России». Я с автором общался по электронной почте, поскольку там у нас были общезнакомые. Здесь тоже есть ряд очень интересных подробностей. Так. Ну-ну, ну-ну-ну-ну, ну-ну-ну-ну-ну, а я их, наверное, не заложил, что ли? Конечно нет. Конечно нет. Да, да, вы знаете, я здесь почему-то не найду, да. Здесь просто есть еще ряд, ну, я потом, да, я потом дома найду, подставлю, Пользуясь случаем, я хочу, во-первых, рассказать вам про эту историю, но не про эту историю, которая здесь валяется, а про другую. Вот так я, ну не эманация, эманация другое, это квинтэссенция моей жизни. То есть я покупаю книжки, в основном это делаю на Алипру, потом я их либо кому-то даю, об этом забываю, либо куда-то их пихаю, об этом забываю, она мне срочно нужна, и я покупаю новую. А потом я нахожу старую, или мне ее возвращают. Но нам тут на самом деле потребуется вот эта книга. И быстренько, буквально, вот что я не успел сказать, у Анны Гейтман написано касательно Плеви о том, что, ну в общем, про роль либеральной партии в деле оправдания террора. То есть, например, по словам князя Петра Долгорукова, будущего члена кадетского центрального комитета, кадетская партия, это партия конституционных депократов, главная либеральная партия начала 20 века, весна так называемых святополк Мирского, святополк Мирский, это министр, который пришел потом на смену Плеви, была обязана своим существованием бомбе, которая в июне 1904 года убила министра. Другой активный член Союза в Петербурге, Миклашевский, открыто оправдывал и превзносил Егора Сазонова, называя его примером для подражания. Даже Милюков, это Павел Милюков, это тот самый глава, которого потом, кстати, защищал в эмиграции своим телом отец Набукова и погиб при этом, когда на него покушались белые товарищи. Иван Калефес, рубивший великого князя Сергея Александровича, был принесен в жертву на благо народа. Ну и, в общем, вот, понятно. Это то, что я там не успел сказать. Товарищ, мои три маякуна живут в другом месте, а теперь у меня вот эта. Ее зовут Муся. Муся, Муся, Пуся, Пуся, миленький мой, иди в баню. Значит, по поводу Плеве. Ну, во-первых, вот в этой замечательной книжке, которую я тоже не устаю рекламировать, «Повседневная жизнь российских жандармов», она иногда, правда, немножко, вот знаете, вот если в советское время все вот такое вот в сторону революции, здесь все наоборот повернуто. Но если это все срастить, поделить на два, то получится, наверное, где-то золотая середина. Здесь рассказана история про то, как Лев Тихомиров, это один из народовольцев, активнейших, это один из концептуалистов, это тот человек, который участвовал, и, в общем-то, ему принадлежит финальная версия письма Александру Третьему, после того, как они Александра Второго убили. Потом его назвали Тигрыч, и потом он эмигрировал, и там в эмиграции на него напала хандра. И вот это очень круто разыграли, соответственно, охранники. И, забегая вперед, он, соответственно, переметнулся в правительственные лагеры, стал одним из таких просто непримиримых отрицателей не только терроризма, но вообще революции, одним из самых заядлых монархистов. Что, очередно, подтверждает то, что люди, в общем-то, могут со временем меняться и менять свое мировоззрение. Так вот, он пустил такой слух, что Плеве руками, соответственно, своих подчиненных, в данном случае полковника Судейкина и его тайного агента Дегаева, это отдельная тема для рассказа, о нем я буду говорить на Старонецком, где Коношевич и Стародворский двумя ломами зафигачили этого самого Судейкина на Невском проспекте. Вот он их руками пытался устранить Дмитрия Алексеевича Толстого, министра внутренних дел, и занять его место. И эта версия, на самом деле, активно педалировалась и в советской историографии. То есть они, историки советской поры, они приписывали Плеве такой замысел руками своих тайных агентов устранить высшестоящее начальство, чтобы сесть на его трон. В итоге Тихомиров прям-таки написал покаянное письмо, когда он решил вернуться на родину самому Плеве. «Я позволил себе опубликовать переданный мне рассказ о вашем будто бы разговоре с полковником Судейкиным о покушении террористов на жизнь графа Толстого. Тогда я верил этому рассказу, впоследствии понял, что он простая тенденциозная ложь, которая тысячами сочиняется о всех высокопоставленных лицах. Но во всяком случае опубликование этого рассказа составило несомненный литературный донос на вас. Никаких оправданий для себя не имею, кроме разве того, что это был единственный случай, когда политическая вражда довела меня до поступка, у которого я принужден студиться. Но на самом деле не единственный случай, но об этом мы сейчас говорить не будем. И последний момент, на котором я хочу заострить ваше внимание, мне надо взять подсказку в своем, соответственно, гугл-диске, это известная фраза о маленькой победоносной войне, которую точно так же приписывает Вячеславу Константиновичу Плеве. Эта фраза идет прежде всего из воспоминаний Сергея Ильича Битты, который Плеве на дух не переносил. Ну, они там, знаете, такая Санта-Барбара, он и Столыпина на дух не переносил, а Столыпин его. Значит, она была потом подчеркнута еще в одной книжке, откуда ноги растут. Многие растут из воспоминаний Куропаткина, который писал. Плеве указывал, что Россия выйдет победоносную из всех затруднений, но что если будет война, то нельзя оставлять войска в руках Алексеева, а надо туда послать меня. Алексеев это, соответственно, генерал на Дальнем Востоке, который был. Вот, понимаете, как бы первоисточник, который к этой самой маленькой победоносной войне никакого отношения не имеет. Тем не менее, если вы сейчас начнете там просто даже в Яндексе или Гугле набирать, то вам обязательно какая-то ссылка на Плеве выйдет. И я уж молчу о том, что, конечно же, опять-таки в советской историографии эту фразу ему приписывали все, кому не лень. Вот теперь после такой короткой, ну, я надеюсь, информативной вставочки мы возвращаемся в солнечный день к моему желтому ракезику. Мало того, что он был министром внутренних дел, и, соответственно, осуществлял репрессивную политику по отношению к революционерам, так он еще тварь такая, и, соответственно, чем занимался? Он их сажал в тюрьмы и все такое прочее. И вот вот эта компания собралась, и самый главный персонаж – Егор Сазонов. Мы, кстати, сами отошли от Балтийского вокзала и пришли к бывшему Варшавскому вокзалу, который потом был закрыт в связи с отсутствием железнодорожного трафика, стал Варшавским экспрессом, торгово-развлекательным комплексом, и сейчас он опять какие-то там охозы претерпевает. Ну, собственно, если вы были в городе Парижа и ходили в музей под названием «Арсе», то, возможно, вы были в курсе, что он тоже был сделан из вокзала. Выяснили, что Плеве, который жил, ну, об этом пишет и Савенков, и вот, собственно, я эту книжку уже показывал, обложка, конечно, просто застрелиться и не встать, да. Здесь воспоминания Ивановской, мы к ним еще сейчас вернемся. Он жил на ведомственной даче на Пековском острове. Там не сказано про ведомственную, там просто сказано дача, но это ведомственная дача. Там потом на ней же жил, собственно, Петр Аркадьевич Столыпин. Там вот эсэры-максималисты устроили террористический акт. Об этом у меня есть отдельный видос, где я хожу уже с черненьким иракезом, с сердечком. Смотрите, как круто стоит иракез, его даже не сдувает ветер. Сразу же подставим вот прямо с этой точки картинку, чтобы не распыляться по древу. Значит, на ней мы... а я что сказал? Растекаться надо. Растекаться и распыляться. Да какая нахрен разница уже в данном случае? И вы же знаете, насколько я косноязычная тварь. И вы увидите, что там есть у нас следы, соответственно... Ну, то есть разбит витраж самый главный, куча осколков валяется. Пойдем дальше. Здесь у нас будет сейчас несколько фотографий. То есть Плеви ехал на Балтийский вокзал, чтобы отправиться в Петергоф на доклад царю. До этого он ездил на доклад в Царское село, соответственно, с Витебского вокзала Царскосельского тогда. А потом он, когда царь переехал из Царского села в Петергоф, начал ездить на Балтийский вокзал. Его выследили, потому что все они... И Сазонов, например, под видом Ваньки, как... Ванька это такой, ну, стандартный извозчик, да. Это Каляев под видом разносчика, папиросника он продавал. И, соответственно, то табак, то спички, то еще что-нибудь. Жил, кстати, в углу вместе с Петю и такими же разносчиками. Максимально манигрировал под свою профессию. Его было фактически не отличить. Его бывшего студента, на самом деле. И они вычислили его передвижение. То есть он ехал и поворачивал вот здесь. И ехал непосредственно на Балтийский вокзал. Здесь находилась варшавская гостиница. Мы можем увидеть, соответственно, ее надпись на одной из фотографий. Карета после изрыва стояла, ну, лицом туда. Лошадь убила на месте. Влево тоже убила на месте. Кучер был ранен очень серьезно. Егора Сазонова была бомба 12-фунтовая. У остальных 6-фунтовая. Почему ему сделали швейцар, максимлян швейцар, которого потом... Это у меня есть отдельный выпуск об этом. Он взорвался в гостинице Бристоль. Когда готовил очередное покушение, его разорвало так, что палец нашли в сквере. Об этом писал Набоков в других берегах. И материалы отечественного производства были хуже, чем западный динамит, поэтому пришлось сделать огромную бомбу. Все было выстроено по прям минутам. Они на Плеве выходили до этого уже два раза. Один раз я об этом рассказывал непосредственно, когда гулял по летнему саду. Второй раз они выходили здесь, но Сазонов опоздал. И вот третий раз они встретились и пошли от площади Тургенева. Завоны не шли, тогда Покровский, потому что там стояла церковь Покрова, которая была описана в поэме Пушкина «Домик в Коломне». И они по Английскому проспекту, потом по Торговой улице, должны были выйти на обводный канал и вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, прийти сюда ровно в тот момент, когда Плеве поворачивал. И прикиньте, это все было сделано без интернетов, без секундомеров, без всего того, пятого-десятого. Это же, ну, застрелиться и не встать. И когда Плеве, соответственно, поворачивал, значит, первый шел, соответственно, Каляев, он должен был закрыть Плеве отступление вот туда, обратно. Затем шел Сазонов, а, нет, извините, Каляев шел последний, да. Сначала шел Баришанский, который должен был закрыть его, потом, соответственно, Сазонов, потом Сикорский, и последним шел Каляев. И вот, когда Плеве поворачивал здесь, Сазонов бросил бомбу, причем изначально он даже предлагал, ну, Каляев, не Сазонов, Каляев предлагал просто вместе с бомбой броситься под колеса, чтобы вот тоже взорвало. Но Азев сказал, что зачем это делать, если можно, попробовать все-таки кинуть бомбу и остаться в живых. И все, и Плеве был убит на месте. Причем он ехал в сопровождении с охраной в виде велосипедистов, да. Сразу улица меняла свой облик, постовые вытягивались по струнке. Савенков об этом я тоже рассказывал в одном из своих выпусков, где мы гуляем от Витебского вокзала. Пошел в казачьей бане, лег там на два часа, снял номер себе и ждал, соответственно, результата. Потом пришел сюда, ну и увидел, соответственно, произошедшее. Сазонов был смертельно ранен. Его в больнице пытались допрашивать. Он приходил в себя довольно долго и муторно, и старался не выдать свою собственную фамилию, что ему не удалось. Он в итоге назвал себя, за что потом корил. Пытался извиниться перед своими коллегами по террористическому цеху. Ибо вот такой одиозной персоной была фигура министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеева. Про него поговаривали потом, что он автор знаменитой фразы «Нам нужна маленькая победоносная война». Имеется в виду про войну с Японией. Первая, блин, и последняя, я надеюсь, русско-японская война. Это бред севый кобыл, о чем я скажу за кадром. Ему приписывали ответственность за погромы во время, соответственно, еврейских, ну, за организацию, чуть ли не организацию еврейских погромов в Кишиневе. Об этом я тоже скажу за кадром. Вот если сейчас мы туда посмотрим, здесь тоже будет несколько фотографий. Это уже члены комиссии, которые приехали сюда разбираться с тем, что же здесь случилось. Вот. И посмотрите, как характеризовала Ивановская Сазонова. «В небольшой просвет скважины глянули брызжущие каким-то особенным лучистым светом глаза. Живое радостное лицо, немного искреленный нос, убедительно подтверждали, что за дверью стоял наш локей Афанасий». Да. Вот они такие живые глаза, все такое прочее. Непосредственная, жизнерадостная натура резко выделяла его среди нового типа молодежи с шаткой, порой издерганной, опустошенной душой голеньких. Голеньких – это без убеждений. Цельность Афанасия сказывалась во всем, и в малом, и значительной. «Вот человек настоящий, хороший, говорила о нем наша простая девушка знакомая. Хороший парень ваш локей. Замечали не раз швейцар и дворник. Несколько раз завидев дворников или рабочих, поднимавшись тяжестью вверх, Афанасий отрывался от обеда или чтения и шел помогать несущим». И вот что он говорил. «Мы воскресим героический период этих борцов, мы будем достойными сынами своих славных отцов». Кого, как вы думаете, под своими славными сынами он подразумевает? Конечно же, народную волю, партию. «Родившись в крепкой семье староберов, он с юности пережил период глубокого дофанатизма и религиозного строения, исполняя все служебные и церковные требы, читал псалтыри и углублялся в духовное писание, молитвы, житие». Вот это традиционный мотив, как люди сугубо верующие потом трансформируются в террористов. И это не единственная история такой трансформации. Сазонов, например, сажал незабудки для своей мамы. Ну, собственно, вот. Эта характеристика очень бьется с характеристикой Савенкова, которую я прочитаю чуть попозже, потому что сейчас мы смотрим с вами вот на этот вот, вот на это вот. Потом мы на это здание еще посмотрим с той стороны. Видите, написано «БЦ Маркс». Но это не Карл Маркс. Это Адольф Маркс. Я вам сейчас подставлю фотографию конкретно вот этого навеса. Здесь располагалось печатня и издательство популярнейшего журнала «Нива». Да, кстати, на месте гостиницы «Варшавская» раньше располагалась мельница, имеющая отношение к делу Овсянникова, на котором сделал себе, ну, прозвучало имя Анатолия Федоровича Кони. Но это отдельный сюжет. Там она сгорела. Если я успею, я вам расскажу об этом. Если нет, я расскажу об этом в саду Овсянникова, который у нас есть уже в районе Песков. Адольф Маркс, он был у нас немцем и сделал карьеру в области книгопечатания. Я хочу напомнить вам, на самом деле, про контекст той эпохи, что книги, журналы и вообще печатные продукты – это был единственный источник развлечения. И поэтому он сделал ставку не на дорогие, а на дешевые издания, собственно, как и Сытин, московский книготорговец. Например, чтобы вы понимали, он выкупил за 150 тысяч рублей колоссальная сумма права на издание всех творений Гоголя. У Анны Григорьевны Достоевской за 75 тысяч рублей он выкупил права на издание трудов ее покойного мужа. И она, соответственно, писала о том, что он, скорее всего, прогадал, потому что это таких денег стоило. И он выкупил права на издание Антона Павловича Чехова, о чем вы можете прочитать в очень неплохой книжке. Какой же? Книжка, написанная автором этого ролика. Вот она так выглядит. Да, здесь есть, на самом деле, у нас об этом несколько строк. В начале. Было слово. Вот, да. Вот здесь вот Анатолий Павлович Чехов. Полное собрание сочинений. Это как раз издательство вот Адольфа Маркса. Вот я пишу про эти 75 тысяч рублей. Что с ним будет, если вдруг до 85 лет проживу, говорит писатель про Маркса. Имеется в виду, что пожизненное право на печатание. Не знал Антон Павлович, что жить ему осталось всего 5 лет уже вскоре. Такие гонорары будут вовсе не редкостью. Более того, Марк включил договор в пункт номер 4, согласно которому он мог отказаться от приобретения собственности какого-нибудь из новых произведений Чехова, если оно по своим литературным качествам будет найдено неудобным для включения в полное собрание сочинений. Прикиньте, да? То есть, знаете, Антоша, я считаю, что ваша книга говно. И поэтому я ее в полное собрание сочинений печатать не буду. А Нива, журнал, который он издавал, он был одним из самых популярнейших вообще журналов Российской империи. И если мы посмотрим, сейчас развернемся, посмотрим вот туда, то мы увидим как раз с правой стороны его печати стоят работники его типографии с надписью про демократию, про республику. Это еще февраль. Февраль 17-го года они не знают, ну, я имею в виду события после февраля, не после февраля, они еще не знают, что никакой демократии не будет. Вот в этом доме мы с вами окажемся, я подсниму, мы зайдем с вами вот в ту арку, и я надеюсь, поднимемся на крышу, потому что здесь живут мои чудесные зрительницы канала, которые уже один раз пригласили меня в гости и сводили на эту крышу, там есть башенка МПВО. Это будет отдельный для вас такой супер-бонус. А вот это вот здание общества помещик, если мы посмотрим на революционную фотографию, мы увидим там замечательную надпись на этом фасаде, а сверху стоит такая богиня, вот с такой позой. Ну, ее называли, соответственно, баба, вытирающая пот салба. Этот дом очень круто перекликается с домом Лешневского, который вот там вдалеке виднеется. На Гоупрохе будет плохо видно, но я потом поставлю вам, соответственно, дом городских учреждений на углу с Садовой улицей. Они выглядят как такие, знаете, крепости, самые настоящие. А вот тут мы туда не пойдем, но вы поверьте, что там есть сквер имени Валентина Савича Пикуля, о котором мы сегодня с вами еще поговорим. Поскольку придем к одному из основных адресов его жизни в городе, героя Ленинграде. Сейчас мы с вами переходим улицу, я доставлю телефон и залезу с этой шпаргалки уже непосредственно про воспоминания террориста Савенкова. Пока идем, буквально два слова вот про то здание угловое, где раньше была мельница, в двух словах, чтобы вы понимали, в чем там был завес. Я вам сейчас подставлю две фотографии. Пожар этой мельницы из журнала Всемирная иллюстрация и как она выглядела, соответственно, до пожара. Значит, от Овсяников он, как бы мы сейчас сказали, имел подряды армейские, то есть выигрывал военные тендеры и поставлял муку в армию. А выяснилось, что мука очень часто была некачественная. Ему было очень выгодно покупать дешевое зерно, иногда прогнившее, перемалывать его и сбывать. И, соответственно, это, как вы понимаете, приводило к некачественному хлебу, ну и все это влияло на боеспособность армии. Военное ведомство постановило, что теперь оно будет контролировать непосредственно помол этой муки и только после одобрения она будет его покупать. Это уже было, понизило выгоду Овсяникова. И он вместе с компаньоном, так, дальше, с Кокаревым, они значит, арендовали у предыдущего владельца эту мельницу. Овсяников отдал Кокареву часть бизнеса, а потом, соответственно, отказался от того, чтобы эту часть передавать. Кокарев возбудил судебное дело и Овсяников устроил поджог этой мельницы. Там за несколько дней была выкачана вся вода, сухой, соответственно, объект, зерно и все такое прочее. Она сгорела очень быстро. Более того, вот посмотрите это здание, БЦ Маркс в таком не ренессансном французском стиле, кирпичный стиль во всей его красоте. Здесь печаталась одна из главных развлекательных меди эпохи. о чем-то мне, про Овсяникова рассказывал. Подождет. Значит, сгорела эта мельница, Овсяников еще застраховал на самом деле зерно свое, для того, чтобы получить за него потом выплаты страховые. Более того, он вот отлично начинается у нас красота наверху видите окна. Это же просто трэш угар и садамия. Ну и показать, что Кокарев такой недобросовестный исполнитель своих подрядов, а я пострадавшая сторона. И все были уверены, что ему это сойдет с рук. Вообще про то, что это был поджог сначала никто не догадывался, но Кони инициировал расследование, выяснилось, что это поджог. Овсяников был обладателем 12-миллионного состояния, это просто, ну это сейчас в списке Forbes он бы находился бы, и немецкая газета шутила, что обладатель 12-миллионного состояния Овсяников после ареста выйдет обладателем 11-миллионного состояния, ну намекая на то, что Лямон просто занесет. Потому что никто не верил, что его даже арестуют, а во время ареста нашли, во-первых, всю его черную бухгалтерию, сколько он там заносил, кому. Эту книжку отдали военному министру Милютину, но она потом сгинула в небытие. Да, Милютин хоть и был прогрессивный министр, но вот видите, своих покрывал. И все, и Овсяникова посадили в здание Коломенской части. Вот у меня есть выпуск про проститутки, Репин, Дурдин, да, мы начинаем как раз с этого здания, построенного по проекту архитектора Железевича. Ну, естественно, его. Здравствуй. Здравствуй. Ты чего это такой смелый, а? Ты чего это такой смелый? Тут все такие трусливые, как отофейки. Ты он или она? Она, по-моему. Ты она? А морда как у него, а? Ты чего? Мы же с чистой, мы же с чистыми намерениями. Два, два. Вот. Значит, он привел туда свою мебель, ковры, в общем, сын ему там обеспечил. надо сказать, ему уже был за 70 на тот момент, он был такой крепкий мужик, вот, держал все в своих руках, ну, а потом его отправили тоже в ссылку, и там с ним не могли бороться, там тоже ему устроили комфортную жизнь. Он вышел, поселился в Царском селе, где и умер. Вот. И вот с этого, собственно, и началась такая очень известная карьера Анатолия Федоровича Коня, который еще больше прославился потом в деле Веры Засулич, будучи председателем суда, ну, и еще больше он прославился в деле расследования катастрофы в Барках, это когда поезд Александра Третьего сошел с рельс, и Коня, будучи опальным, собственно, юристом, все равно был послан Александра Третьего, потому что он знал, что только он правду и скажет. И действительно, Коня сказал правду, что это никакой не теракт, это просто очередное наше разгильдяйство. Видите, как поменялась атмосфера резко, да, вот мы шли в таких вот красотах, а тут вуаля. Дело в том, что здесь сейчас очень часто всю эту территорию трактуют, как такую, уже знаете, вы живете в центре Питера, ну, вот он, центр Питера, мы тут вчера буквально ходили вот с той стороны, и местный человек нам открыл ворота, потому что я веду группу, а, блин, там закрыто, и даже кнопки нету, ну, меняется, потому что постоянно. Ну, его, Михаилова звали, он нам открыл, я говорю, ну, вы ощущаете себя, значит, виповом пространстве? Он говорит, да, конечно, очень сильно. Ну, правда, видите, что-то делают, через 4 года, наверное, здесь будет город-сад, я так полагаю, надеюсь, потому что вот там дальше вообще построены дома, совершенно новые, где квартиры стоят чуть больше, чем дофигища. Хотя рядом, блин, обводный канал, этот мерзотный, да, и все такое прочее. Возвращаемся к нашим ребятишкам, которые это все у нас затеяли. Во-первых, хочу вам рассказать очень дивную историю про Илью Ефимовичу Репина, который написал портрет Вячеслава Константиновича Плеве, когда он тут уже был министр внутренних дел. Ну, то есть, понимаете, вот Плеве такая одиозная персона, вот он такой весь из себя плавал, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, а бабосики занесли, портретик готов, да. Ну, это к тому, что не стреляйте в артистов, таксистов и бледей, они работают при всех режимах. Это правда, да. Поэтому, когда все-таки люди искусства совершают резкие телодвижения, ну, я этого не одобряю, просто потому, что история показывает, что все, как это, конечно, сейчас такой мем, все не так однозначно, но, к сожалению, это правда, да. То есть, так оно всегда было, есть и будет. Значит, как Савенков характеризовал своего прекрасного главного исполнителя теракта? Сазонов, социалист-эволюционер, человек, прошедший школы Михайловского и Лаврова, это еще старые такие народники, фанатик революции, ничего не видевший и не признававший, кроме нее, в этой страстной вере в народ и глубокой к нему любви и была его сила. Неудивительно поэтому, что вдохновенные слова Каляви об искусстве, так это мы пропустим, это не имеет отношения, тут просто дальше есть совершенно потрясающий момент. Кстати, вот, например, Савенков пишет, что вопросы программы, да, партии социалистов-эволюционеров Дору Бриллиант не интересовали, она просто хотела, вот смотрите, сгорел у нас гаражик, и так, я думаю, будет тут со всеми этими гаражиками рано или поздно. Так вот они пытаются избавляться от них. Ну, потому что, видите, такая красота тут стоит, неземная. А вот наша традиционная рубрика «Контерфорсы», поддерживающая стену, хотя дом невысокий, вуаля, представьте, да, вот новый дом, и к нему вот такой «Контерфорс» потом присобачили, сказали, ну, простите, домик поплыл, да, это же невозможно сейчас представить. Сазонов был молод, здоров и силен, от его, опять, опять глаза, вот, что у Ивановской, помните, от его искрящихся глаз и румяных щек веялось силой молодой жизни, вспыльчивой и сердечной, с кротким любящим сердцем. Он своей жизнерадостностью только еще больше оттенял тихую грусть Доры Бриллиант. Он верил в победу и ждал не ее. Для нее, для него террор тоже, прежде всего, был личной жертвой подвига. Но он шел на этот подвиг радостно и спокойно, точно и не думая о нем, как он не думал о Плеве. Революционер старого крепкого закала он не имел ни сомнений, ни колебаний. Смерть Плеве была необходима России для революции, для торжества социализма. Перед этой необходимостью бледнели все моральные вопросы на тему не убии. Вот вам, пожалуйста, абсолютно нигилистическая, декадентская мысль в русле вот все этих там всяких там богоборческих, ницшанских и прочих концептов начала 20 века. Там был еще просто один совершенно потрясающий момент, когда они в Москве уже сели перед храмом Христа Спасителя. И, в общем, вели вот такую задушевную беседу. Не найду этот абзац, ничего страшного. То есть они сидят перед храмом Христа Спасителя и Сазонов говорит, что эта смерть нужна. Нужна для того, чтобы по нашим стопам пошли следующие. Ну, бла-бла-бла-бла-бла-бла. То есть, ну вот как с такими людьми бороться? И Сазонов выжил. И удивительное дело, понимаете, вот кровавый царский режим. Его даже не казнили. То есть его отправили на самом деле сначала на каторгу. И есть прекрасная фотография, где он сидит с двумя другими террористками. Я ее подставлю чуть попозже. Вот посмотрите, какое чудесное здание школы и приюта. Тоже такой апофеоз кирпичного стиля. Особенно мне нравится вот этот главный центральный портал такого круглого формата. и надо сказать, что функция здания практически не изменилась, потому что здесь сейчас находится дом детского творчества Измайловский. А вот древолюционные фотографии я вам тут парочку подставлю сейчас. 17.07. Между прочим. Надо ускоряться. Да. Но там, соответственно, за ренту или как, я уж не помню, это вот каторжная тюрьма располагалась. Ну, условия, понятно, были не айс, хотя вот эти фотографии, я уж извините за автоб, сейчас вот сделаю кат и поставлю вам такой реальный инстаграм, абсолютно каторжный инстаграм той эпохи. Сложно это представить во времена ГУЛАГа, да, чтобы, значит, политзаключённые вот так вот в обнимку со своими, значит, цириками фотографировались и с такими улыбками смотрели вдаль. В общем, Сазонов покончил с собой. Печально была его судьба, поскольку он из Уфы, его прах был перенесён туда и там он похоронен, его могила есть. Я в Уфе был всего лишь один раз, ну и таким полупроездом у меня не было возможности не то, чтобы на могилу его сходить, а вообще город-то посмотреть, да, как таковой, поэтому, но, надеюсь, когда-нибудь доеду. А сейчас мы с вами, соответственно, переключаемся постепенно на следующий сюжет нашего повествования, нам надо ускоряться, это, конечно, Валентин Пикуля. Значит, у меня есть такой тезис в стиле накидывания дерьма на вентилятор, заключающийся в том, что история не является наукой. И вот то, что я вам там, например, говорил Закадрова, это явно подтверждает. Есть масса примеров этому, просто, ну, на примере даже книг, которые задавались там или в Российской империи, или в Советском Союзе, это можно доказать. Но я понимаю, что он такой обидный для некоторых и так далее, и это ради бога. Но вот это наглядно показывает, это все наглядно демонстрируется на примере судьбы Пикуля. Он вообще, на самом деле, приехал сюда, в Ленинград, из Архангельска, где служил его отец. Он поехал на каникулы, но и началась война, и он здесь застрял. Соответственно, он здесь пережил самую страшную зиму, и потом вернулся обратно, поступил, сбежал, на самом деле, пять классов образования у него было, всего лишь он сбежал и отправился на Славки, где была организована школа юнгов. Я не ошибся, и не оговорился, так у них было написано юнгов. Ну, русский язык, он меняется постоянно. Соответственно, раньше говорили школа юнгов. Это все отображено в его замечательном произведении «Мальчики с бантиками». Окончил эту школу и служил сигнальщиком рулевым вот в этих северных морях, и он писал, что на самом деле вот на корабле совершенно существует другая атмосфера, в отличие от сухопутных войск, потому что когда ты там, не знаю, в окопе, ну, то есть тебя могут убить, а могут не убить, твоего приятеля могут убить, а могут не убить, и так далее. А вот на корабле либо вы все побеждаете, либо вы все погибаете, ну, понятно, да? То есть, если корабль потонет, то вряд ли там кто-то отдельно спасется. И это такой вот формирует особое морское братство. И, в общем, моряки это были очень часто в дальнейшем герои его произведения, они были самыми его благодарными читателями. Он много чего написал, и вот про конвой этого во время Второй мировой войны знаменитый его роман, очень тоже грустный и вызывающий массу вопросов у критиков. Значит, он приехал в Ленинград. Здесь он, соответственно, он поступил, на самом деле, в морское училище, но оттуда вылетел, поскольку он у пять классов образования, да? То есть, пока все учились, он воевал. Посмотрите, как можно чудесно, соответственно, отреставрировать старый конюшенный сарай, да? И сделать из него красиво. Специально вас сюда я привел. Здесь тоже скоро будет вейб. Продеваться вейб. Все, и он, как бы, ну, он начал писать, но параллельно он работал то грузчиком, то еще кем-то. Вся его родня говорила, займись делом. Его тесть нашел ему чудеснейшую работу буфетчиком в пивнике на Лиговском проспекте. Ну, казалось бы, ну, все, жизнь удалась. Пикуль не сдавался. Он писал, соответственно, роман, но написал свой самый первый роман и отнес его в журнал «Звезда». Его даже взяли, потому что тогда вышло постановление против, соответственно, этих журналов, ну, против Ахматова, Изощенко, и все стали изымать свои рукописи, потому что, ну, засали. А тут приходит молодой парень и говорит, вот, соответственно, все, отдел прозы у нас есть. Но ему даже заплатили аванс, но, увы, очень слабая была книжка, соответственно, не про канала. Вот смотрите, какие у нас бывают арки. Вот я сейчас, если попытаюсь сюда зайти, враг не пройдет, то я просто не зайду. Ты не пройдешь. Вот. и моя мысль, мой скакун, словно искр зажжет эту ночь, но теряю ее постоянно я. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Он не остановился и начал, соответственно, дальше писать свои замечательные произведения. и написал. То есть, его приняли в союз писателей всего лишь благодаря тому, что он писал свой первый роман, опять-таки, на морскую тематику. А потом, когда он понял, что море-море, ну, надо что-то заниматься, и он вот, смотрите, там у нас есть атовизм такой. Закрасили, но не до конца. история. Дело в том, что это сейчас, вот вы даже в ютюбчике что-то забиваете. Смотрите, какая красота. Это мистическая труба, в которой сюда прилетают петушары. Петушары, слышите меня? Мы слышим тебя. Мы слышим тебя. Вот. Рекомендую. О, смотрите. Рейнесенс. Да, Рейнесенс. Пострадавший, к сожалению, да? Вот люди стараются, стараются, делают красиво, а потом пошли в баню отсюда. И тут мы такие делаем кат, и вдруг резко переключаемся на совершенно другую тему. На союз русского народа и про человека, которого называли доктор Дубровин. Про Пикуля мы закончим. Почему? Потому что Дубровин был одним из основателей союза русского народа, 100% черносотенная организация. Сейчас мы поставим вам фотографию, как раньше здесь выглядел сад Олимпии, там был кинотеатр такого же названия непосредственно здесь. Она эволюционировала из русского собрания, там были три таких апологета, Пуришкевич, Дубровин и Марков. Маркин, Марков, Маркин, забыл. Ну ладно. С меня станется, как вы понимаете. Мало того, что у них внутри еще была куча противоречий, они друг друга по сути потом ненавидели, у них там были расколы, Дубровин забегая вперед организовал свой всероссийский Дубровинский союз русского народа и так далее. То есть у нас были революционные партии левацкие, а были вот такие право-радикальные организации типа этого союза русского народа. И Дубровин, почему он доктор, потому что он долгое время работал детским врачом. И, кстати, очень неплохо на этом заработал денег, купил себе сначала в Басковом переулке дом, но там, когда стало не помещаться это самое собрание русского народа, он его перенес в свой другой дом, к которому мы с вами и подходим. А вот здесь то, что происходило. Вы можете посмотреть уже в другом моем ролике. Мы его начинаем про... А, нет, не здесь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но решеточка есть. Здание отступает от красной линии. Да, естественно, мы не миновали Клинский проспект, который вот параллельно Малодискосевскому отходит. У нас будет еще, кстати, экскурсия по Семенцам, причем дважды. Одна от Витебского вокзала, вторая наоборот от Фрунзенской. Там во втором я буду рассказывать про газгольдеры и принцип работы. И вы посмотрите, как раньше эта перспектива выглядела в советское время. Да, там у нас решетка издания Вольного экономического общества. Я про него рассказывал там, где я щеголял в красном здесь в красном. И там я, кстати, точно так же ссылался на книгу Туркова Уильямс, потому что она очень круто описала арест этого замечательного союза рабочих депутатов, который здесь сидал под председательством Льва Давидовича Троцкого. Мы-то с вами говорим про Дубровина. Налево. Это была такая компашка, которая, ну вот, да, Россия для русских и все такое прочее. Конечно, этот слоган, он утрирован. Не нужно думать, что там были только отмороженные радикалы, которые там ненавидели жидов и все такое прочее. Нет, безусловно. Но из песни слов не выкинешь. Например, было доказано, что два депутата тогда уже функционировавшей Госдумы Герценштейн и Иолос были убиты с подачи этого союза русского народа. У меня есть об этом отдельная лекция на ныне забаненном канале Гоблина. Вот. Но я, возможно, отдельно еще сам об этом расскажу. Про Герценштейна, конечно, надо рассказывать в Москве на Спиридоновке. Там его убили. А про Иолоса надо говорить у нас там в Сестровевске, потому что его убили там. Дубровин скрывался от следствия, то есть выписали ордер на его арест. Лично Николай II нам бы не пройти просто этот дом. Лично Николай II распорядился, соответственно, смотри, какая прелесть, распорядился прекратить дело. Какая красота. Какая красота. Дворник. Дворник, дворник. Кто автор сего, не знаете? Кто автор сего? Там у чуваков своя жизнь течет. Бьет ключом, я бы даже сказал. Это раз. Во-вторых, когда после ареста еще временным правительством Дубровин допрашивался следственной комиссии, секретарем которой был, я напоминаю вам, поэт Блок, то там выяснилось еще масса подробностей, которые сплыли после допроса его коллег по цеху. То есть, что он там распространял всякие разные слухи и так далее. Потрясающе описал эпизод с ним связанный абсолютно незаинтересованным в этом человек Александр Герасимов. Не перестаю рекомендовать книжку «Налезы с террористами», глава охранного отделения Петербургского. Ну, то есть, это вообще-то как бы человек на стороне монархии. И он рассказывал, как Дубровин клянчил у него деньги на, соответственно, свои издания. А Герасимов был правой рукой Столыпина, а Дубровин терпеть не мог Столыпина. Как и Витты, кстати, об этом еще поговорим. Ну, и, собственно, тут ему посопутствовал с тем, чтобы ему выделили эти суммы. Говорит, какое же было мое удивление, когда я увидел в его газете напечатанные на Столыпинские деньги абсолютно уничижительные клеветнические инсинуации по отношению к Столыпину. Вот этот дом. Никакой тут, понятное дело, мемориальной доски не висит. Это доходный дом Дубровина. Если вы даже в Яндексе, в Яндексе он отмечен, забьете, я вам даже подставлю, то вы увидите, что это доходный дом. Это гнездо черносотенцев у нас в городе на 4-й Красноармейской. Если мы залезем в старые заметки газетные, то мы увидим там сообщение о том, что здесь, проезжая в 4-й роте, ну, потому что это бывшие роты, сейчас это Красноармейские улицы, это измайловский пол здесь стоял, да, кто-то стрелял в этого самого Дубровина, то есть на него даже было совершено покушением одним из революционеров, но явно, видать, левого толка. Вот. В общем, это был тот человек, который сейчас бы вот топил бы за всю такую Русь-матушку. после того, как он был арестован уже большевиками, он остался, кстати, здесь работал врачом в Москве, а потом был арестован большевиками в 20-м году, над ним был суд, было доказано, что он, соответственно, имел отношение и к погромам, и к клевете, и к организации убийств. Он был расстрелян благополучно, но в 1998 году прокуратура России его оправдала, реабилитировала, поэтому сейчас его персона пересматривается многими историками, особенно монархического толка, это к вопросу опять-таки о том, какая история точная наука, то есть, если историк леватского толка, он будет Дубровина трактовать стопудово, как оголтелым, соответственно, черносодицу, если историк монархического толка, то он будет его трактовать чуть ли не как героем своего времени, выдающимся человеком, ну, действительно, потому что в своей партии он там характеризовался прекрасным, а среди революционеров нет, Витте, конечно, писал про него просто, ну что, хотите попасть в репортаж, попасть в репортаж, мы снимаем про то, как в Петербурге едят детей, тебя едят кто-нибудь? на днях кто-то приходил, тебя есть? хотели поесть, но я сказал, что не надо нет, нет, за кого болеешь? за зенит, за зенит, ну ясен, красен, за кого еще, конечно же, за зенит, ну ладно, иди играй в футбол, все, нам футболисты попадают, вся, я их приучаю к тому, что жизнь боль, не, ну естественно, надо болеть за зенит, но у нас нету другой команды в Петербург, значит, да, еще же было покушение на вид, к которому тоже, как считается, Дубровин имел отношение, поэтому вуаля, ну и соответственно, финализируя вот эту историю про историю, значит, у Пикуля не было нормального школьного образования, не говоря уже про неудетское, но именно это его и спасло, понимаете, в 50-е, 60-е годы, и даже в 70-е история, она не была вот так вот известна максимально, как сейчас, вот видите, да, то есть он писал, что у нас про какой-нибудь там Древний Рим, про какую-нибудь Древнюю Египет пишут гораздо более подробней, интереснее, чем про собственную историю, потому что там русские, турецкие войны, та же самая русско-японская война, она была абсолютно и не изучена, и самое главное, она нигде не как бы присутствовала, ни в каких популярных монографиях, ни в чем, и Пикуль решил этим заняться, он начал писать, естественно, на него стали точить зуб, там была одна такая дама, чей отец был адмиралом во время революции, она на него стала гнать бочку, ну, и мы, естественно, припоминали то, что он всего пять классов образования имеет, и вот в этой квартире, двухкомнатной квартире, они тут с матерью жили, он называл ее скворечником, потому что там надо было пройти, подняться на шестой этаж, перелезть через окно и попасть на черную лестницу и уже вот в мансардную его квартиру, и вот его уже следующая жена, которая была родом из Риги, она сказала, слушай, давай продадим эту комнату, точнее, обменяем ее на нормальное, комфортное жилье, по сути говоря, в советской Европе, да, и все, и он уехал туда и больше не вернулся в Ленинград, и там, кстати, он развил такую бурную деятельность, он там фигачил по книжке в год, ну, условно говоря, и он сделал свою Википедию, то есть он сделал такую картотеку свою собственную, карточки, куда заносил всякие сведения про разных исторических персонажей, которые ему показались интересными, и вот я просто к чему говорю, ну, у нас очень часто бывает так, что сидят такие в серьезных вещах историки, разбирают там какой-то голливудский фильм, но не бывает в голливудском фильме правды и в историческом, всегда человек, вот я просто имею опыт написания сценариев, даже про народную волю, я могу сказать, что ты априори будешь там врать, потому что если ты будешь писать так, как оно было, у тебя потеряется саспенс, у тебя, соответственно, поворотные моменты будут не там стоять, где надо, да, то есть напряжение не будет присутствовать, драматургия уйдет, тра-та-та-та-та-та-та, в общем, вот это вот все, вот, поэтому рассматривать там вот таких романистов, как Пикуль, или каких-то там режиссеров, которые снимают фильмы художественные на исторической основе, как исторические, это, ну, как бы, зачем, почему, да, Пикуль — это наш Дюма, как Дюма говорил, история — это гвоздь, на который я вешаю, соответственно, свое повествование, да, Пикуль занимался тем же самым, он приучал людей к тому, что, вот, можно интересоваться историей, вот хотите копать, копайте уже сами, а я вот вам подаю свою некую концепцию, так, собственно, это и надо воспринимать, потому что, ну, скажем, допустим, та же самая нечистая сила, но это там поднасвистано, как вы понимаете, немало. Ну, что, покажем эту же Анну Дарк, удивительный, у нас памятник здесь присутствует, тут у нас, кстати, видите, очередное бомбоубежище, и именно, я хочу подчеркнуть, именно то, что Пикуль не получил нормального образования, собственно, я думаю, и сыграло ту самую роль, что вот он так интересно писал, он был, он же издавал, ну, как мы сейчас сказали, бестселлеры, да, в Советском Союзе, зачитывались люди этими книжками, особенно потому, что об этом никто нигде не рассказывал, то есть Пикуля можно сравнить с, бля, ну, получилось, я не, я не, я хотел сказать с гидом, который интересно рассказывает, но не всегда, ну, я, это очень близко, это очень близко, потому что, ну, есть вот такие, мя-мя-мя-мя, а есть как бы люди, которые интересно рассказывают, это, здравствуйте, здравствуйте, мне очень понравилось, вашу прическу, да, вам понравилось, я думаю, что это накладные, нет-нет-нет, это натуральные, это натуральные, да, это натуральные, это мои волосы, я их сбриваю каждый год, а потом опять отращиваю, правда? да, вы давно здесь живете, расскажите? всю жизнь, всю жизнь? да, а вы называете это ротами? Я вообще первый раз с этим сталкиваюсь, да, вот я к тому, что, видите, старожилом, да нифига никто это никакими ротами не называет, да, ну, Ладно, удачи вам. Да, вам спасибо, да, за... Ну вот, Жанна Д'Арк, национальная героиня Франции, дар французских друзей России, знак традиционной дружбы французского и российского народов, offert par des amis français de la ruse pour marquer, да, ну, в общем, то же самое, только по-французски написано. Хрен знает, почему она... Тут, по-моему, был подарен знак дружбы, знак дружбы. Конец, конец предложения. Ну, вообще, кстати, во Франции вы зайдете там в храм, ну, не в любой, но в большинстве храмов она там стоит всегда, Жанна Д'Арк, в католических этих соборах, потому что это, ну, национальная святая. Да, так вот, я все-таки, завершу эту свою мысль, Пикуль не историк, никогда им не был и не будет, и не надо воспринимать его произведения как исторические. Это такая, ну, вот, очень интересная, популярная билетристика, и никогда не надо на серьезных щах, конечно, воспринимать там подобные вещи. Я считаю, что он крут, я считаю, что молодец, и я считаю, что он, ну, огурец, само собой, но просто он совершил самый настоящий такой творческий подвиг, да, то есть не имея, интернета нет, вы же поймите, нету интернета, он ходил в библиотеки, все это выписывал, сейчас вы там набрали, там, Егор Сазонов, хренак, все на белом свете, да, а в то время, вообще, кто такой Егор Сазонов, откуда вы узнаете? Вот, поэтому Пикуль, Пикуль молодец. Да, значит, напоминаю, ну, про это мы уже вам сказали, показали, да, это, я не знаю, кем надо быть, чтобы это не купить, ну, наверное, нет таких слов еще в русском языке, они придуманы, а это имеет отношение, ой, слушай, вот шел дождь вчера, это надо отложить, да, я просто, скажу, а, вчера ливень был, реально, вот, здесь, кстати, есть Куропаткин, между прочим, я не помню где, которого я, вот, которого я, вот, вот, Куропаткин, вот он, Куропаткин, да, крайне рекомендую, ну, и остросоциальный роман Корень, один из героев, конкретно линии про неонацистов, там такой безумный художник, он как раз мной поселен, вот, в том доме, общества помещик, да, но я так решил, я так придумал, поэтому, друзья мои, неприходительные экскурсии с четверга по воскресенье, там можно книжечки эти точно так же приобрести уже с автографом, либо покупайте их у меня на сайте, ссылка есть в описании под этим выпуском, в конце, по традиции, песня, песня, под желтый ирокез, специально для вас. Петелька петля висит неподвижно, вертится земля, одинокая не слышно, это все, это все, что есть, все, что осталось, запить и заесть, одиночество, малость, в ящиках плывут, мимо ребятки, жизненный редут, сыграл с ними в прятки, ты мог среди них, легко отказаться, но упал из-за тех, чтоб живых остаться. Кто же знал, что она не оставила дна? Девочка твоя, другим уж конечно Петелька, петля, без кости черешня Тает на губах, ядливой солью И на небесах не справишься с болью Мороз в усах, губы сужает Побородка леса, тебя приближает На пол век Ты узнаешь запах ветра Тоже знал, что она не оставила дна Не оставила дна Мы живем без дна Мы живем без дна Мы живем без дна Мы живем без дна Эта бездна поглотила нас Это бездна поглотила нас А теперь все С вами был гид Павел Перец Увидимся, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok